Всем привет! Доброе утро! Я вот сейчас нахожусь в Пирамикиной комнате. Вот такая вот красивая. Маску нанесла на лицо. Кстати, маску покажу, какую фирма Mezu. По-моему, белорусская косметика. Мне очень нравится, кстати. Хочу вам рассказать. Вчера рабочие приезжали, положили в Вероникину комнату пробковый паркет. Сейчас я вам его покажу. Ну, и как бы такой мини-отзыв о полах. Вот так он выглядит. У него структура, ну, как дерево, пробки. Как вот бывают эти пробки в вино закручивают. Вот такой же рисунок. И на качество даже вот такой же. Мягенькая. Такая вот она, знаете, как. Ну, и сильно мягкая, но все равно идешь по нему. Прям вот приятно ходить. Даже вот видите, градусник стоит на полу. Это вот для сравнения. Сейчас у нас минус 20, там 25, наверное. Очень холодно сегодня. Хоть вон солнышко светит, а толк. Видите, окна запотели. Кстати, окна, они вообще не справляются с морозами, с такими. Никакие окна. Это у нас вот рехаус стоят, да? Вроде супер-пупер. А вы посмотрите, вот он. Лед даже, вот он. Снег, лед внутри. Ну, что это за рехаус? В общем, окна ни о чем. Так-то они все нормально. Звук изолируют хорошо. И жару не пропускают, а вот что-то с морозами не справляют. Я вот ради интереса поставила градусник. Смотрите, 20. Сколько там? 23 градуса вот на полу. Вот. Это на полу 23. И при всем при том, что у нас батареи включены на 50 градусов всего лишь. Потому что они вот такие вот. Они даже не горячие абсолютно. Так вот. Теплые, можно так сказать. Даже не горячие. Видите, рука лежит у меня хоть сколько может лежать. Так-то вот тепло. Вот. И как бы пробка сама по себе. Она теплее. Намного теплее. То есть, можно вот даже, смотрите, ногами, да, голыми наступаю я. Она намного теплее, чем ламинат. Вот у нас ламинат лежит, да, в другой комнате. В кабинете сейчас покажу вам. Вот ламинат. И он, знаете, он все равно какой-то коляный. Вот его трогаешь, он прохладный. Он как будто накаляется от температуры. А пробка нет. Я вообще довольна. Ну и пользуясь случаем, давайте мини-обзор сделаю. Пока вот как есть. Потому что я готовлю серию видео. Серию, как серии видео. Потом это все смонтирую. И сделаю видео как бы до и после. Это у нас кабинет. Здесь стоит компьютер. Компьютерный стол. В общем, всякий хлам. Это вот вчера мы не убрали. Рабочие тут работали. Кое-что разобрали. Пока вот такой потолок. Пока вот так. Все. Вот. Здесь у нас диван стоит. Ну, он складывается, естественно, вот до сюда. Вот так вот. Здесь так вот комод. Вероника там своих пони наставила. Ну, в общем, как-то вот так вот. Так, это кабинет. Дальше идем. Это у нас вот прихожая. Коридорчик. Тоже вот пока еще потолки надо делать. Это все вот открасить нужно. Светильники. Дальше проходим. Это спальня. Это спальня. Тоже пока потолки не сделаны. Просто вот как есть. Начали уже вот зашивать гипсокартоном. Будем так же шпаклевать. Клеить стеклохолст, красить. В общем, все-все делать. Как и в той комнате делали. Детской. Ну, такая вот кроватка стоит. Старая кровать уже, кстати, на шашлык пора порубить. Очень ей уже много лет. Ну, а окошко вот такое вот. Пока вот шторки повесили просто. Для уюта хоть какого-то. Так. Дальше идем. Это у нас санузел. Санузель тоже ничего пока не сделано. Стоит там у нас наливной пол. Мешки наливного пола. Здесь вообще планируется вот в этом месте. Планируется вот так вот. Душевая кабина. Такая, знаете, как не стационарная, пластмассовая. А будет заливаться поддон, выкладываться плиткой. Ну, потом либо вот здесь как-то вот сделаем просто шторка будет. То есть от стены до стены шторка. Либо перегородка из гипсокартона. Тоже будет плиткой обкладываться. Ну, пока вот так вот. Все функционирует, все работает. Пока дверей, конечно, нет. Ну, в общем, вот так вот. А это вот детская комната. В детской, видите, уже, да, пробку постелили. Стены, они уже готовы под поклейку обоев. Там либо обои под покраску. Вот. Потолки здесь сделаны. То есть все выведено. Вот, вот такие вот потолочки белые. Чистенько, все аккуратненько. Ну, и как бы вот обои будем клеить. Плинтуса. Ну, и, соответственно, межкомнатную дверь надо ставить. Здесь тоже будет в гардеробной дверь на заказ. Хочу дверь на заказ. Ни шторки никакие, ничего. Может быть, вот дверь, скорее всего, я хочу сюда заказать. Ну, и, соответственно, перекрашиваться это все будет. Либо заклеиваться. Так что вот такие вот дела у нас. Это как бы до и после снимаю. Вот такая у нас парта, которая растет вместе с ребенком. У нее регулируется высота спинки стула, высота самой столешницы. Вот, сама столешница у нас поднимается. Сейчас вот я уберу книжку отсюда. Столешница поднимается для письма, для чтения, для рисования. О, все попадало. Ну, вот так, в общем, столешница поднимается. И, соответственно, опускается. Под столешницей там тоже есть полочки для хранения книг, тетрадей. Здесь вот такая вот есть выемка для ручек, очень удобно. Вот. Здесь есть даже такая линейка. Линейка, как бы фиксатор, линейка, держатель. Можно вот так закрепить на столе. И тогда сползать ни книги, ни тетради не будут. Но мы ей не пользуемся. Она мешает все равно. Руку не положишь. Писать неудобно. Вот такой здесь у нас светильник на столе сенсорный. Вот сюда вот так вот дотрогивишься на раз. И разные вот тут режимы есть. Вот. Голубенький, желтенький, яркий, тусклый. Вот такая вот. Это у нас свечки из Икея. Ваниль, яблоко, лаван. Да, в общем, дочке нравится. Так, это у нас люстра из кабинета. Это наши бабочки. Ну, в общем, как-то вот так вот. Жалюзи. Вообще, не знаю, посоветовали бы мне, какие сюда шторы в эту комнату заказать. Потому что я всю голову сломала. Я вот, смотрите, как хочу. Вот такой вот карниз. Он специальный продается. И вот штору вот так на одну сторону, чтобы она вот так свисала. Вот так вот. Потому что тут жалюзи. Что-то нагромождать этими тюлями я не хочу. И вот какого цвета выбрать шторы. Либо под жалюзи розовые, либо, наоборот, белые. Под цвет потом стен. Потому что обои планируются такие белые, еле-еле с розоватым оттенком. В общем, я не знаю пока, как это все выглядеть будет. Ну, вот. Так. Ну, это у нас был второй этаж. Сейчас я вам покажу. Что у меня там внизу, на первом этаже. Раз уж начали обзор. Ну, вот, ребят, в каком состоянии есть, в таком и буду показывать. Так что не судите строго. Ремонт здесь еще будет очень, наверное, долго-долго длиться. Живем только год. И вот за год пока вот сгородили то, что есть. Так. Пойдемте вниз. Наша лестница. Наша лестница. на остальные комнаты. Вот такая вот она поворотная. То есть у нее, получается, две поворотные ступеньки. Вот так она уходит наверх. Обляпали. Видите, вы же штукатуркой вот эти стены. Когда штукатурили, все пообляпали. Так, а на тут на стенах у нас вот такая вот как декоративная шпаклевка. Но она с таким валиком структурным прошли ребята нам. И теперь вот красить нужно будет. Вот вчера дверь поставили. Дверь поставили временно, потому что пока денег у нас нет на новые двери. Вот пока вот в таком состоянии дверь. Ну, в санузле по-любому должна быть дверь. Так, это у нас вот прихожая. Большая-большая, как холл прихожая. Там у нас котельная комната. Там ванна, туалет. И вот выход на улицу. Кстати, дверь торокс. Дверь одна. Второй двери не будет. И сразу, то есть из этой двери мы выходим вон туда, сразу на улицу. Дверь справляется изумительно вообще, потому что ширина самой коробки 12 сантиметров. Дверь очень тёплая. Вот морозы. Она абсолютно, видите, нигде ничего не подвела. Так, ну, там электрические шкафчики у нас, разводка электричества, автоматы, всё это. Ну, тут снимать, в принципе, нечего. Обычная ванна. Пока ещё без ремонта. Обычная ванна, туалет, окошко вот так вот как-то. Здесь котельная, стиральная машина, котёл, миски кошачьи, разводка, тёплый пол, тоже окошко обязательно. И здесь у меня стоит морозилка. Морозильная камера большая. На сколько тут? Пять? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На шесть отсеков. Классная вещь, кстати. Морозим всё, начиная от и до. Так, друзья, это сердце нашего дома. Это кухня, гостиная, столовая зона. Комната эта 24 квадратных метра. Имеет в себе два окна. Вот с такими жалюзями. День-ночь называется. Очень удобно, мне они нравятся. Причём они с такой жироотталкивающей пропиткой и пыль отталкивающей. Вообще, вот просто влажной тряпкой протираешь, да? И они получаются чистые. Так, ну, в общем, вот давайте от входа в комнату и пойдём вот так вот слева. Справа, вернее, налево. Тут висит телевизор. В этом углу вообще, как бы, планировала я сделать вот такой камин. Ну, из гипсокартона муж соорудит. И будем обкладывать таким, знаете, декоративным кирпичом гипсовым. Ну, не знаю, пока эта затея в моей голове ещё присутствует. Но вообще, вот это некуда ставить. Вот эту бандуру, которую редко слушаем мы. И хотелось бы, может быть, какую-то вот низенькую такую полочку, хотя бы, чтобы там ящики были, такие же диски, какие-то журналы положить. Потому что если камин мы поставим, то уже ничего, кроме каких-то свечек и украшений, на него не поставишь. И вот я сейчас просто вот думаю, как лучше сделать. Эта стена вообще получается свободная. Сюда тоже лепить камин. В принципе, можно было, но тогда над камином что-то напрашивается. Просто голая стена, мне кажется, будет некрасива. Либо какую-то картину повесить. В общем, мне тоже нужен совет от вас. Вот по этому поводу. Как лучше сделать. Ну, это мои цветочки, мои пальмочки. Вообще, цветы люблю, но не в огромном количестве, не до фанатизма. Потому что за ними, за всеми нужен уход. Соответственно, нужно пересаживать. Видите, вот, ему уже мало места. Его надо пересаживать. Скоро и этот тоже будет уже напрашиваться в большой горшок. Но этот мы пересаживали в том году. Драться оно, в принципе, нормально. У нас вот такое солнышко. Где-то до часу дня здесь. Комната светлая. Это вот такая вот старенькая из соломы картина. Вообще старая-старая. С 78-го года, представляете? Не знаю, мне нравится. Повесила пока. Этот диван Вероники. Но он переедет скоро туда, к ней наверх. Пока вот она на нем будет спать. Там тогда видно будет, может быть, поменяли ей мебель. В общем, куда этот диванчик девать, не знаю. Он вот, вот эта часть, вот так вот сюда сдвигается. Вот эти две подушки, они убираются вниз, в диван. И получается такой вот маленький, компактный диванчик. Он такой вообще очень прикольный. И я вот не знаю, куда я потом его поставлю. Потому что сюда я хочу, вот отсюда, вот такой угловой диван. Вообще, я очень хочу угловой диван. Он сюда, в принципе, и напрашивается. Ну, это наш терраса. Выход на террасу, точнее. Там сейчас очень холодно. Очень, очень, очень. Вот такая вот зима там у нас. Ну, летом там, кстати, классно. Тут цветочки у меня растут. Так, ну вот, наша обеденная зона. Пока тут вот ноутбук стоит. Здесь я обрабатываю видео. У нас в доме Wi-Fi. Вот стоит на окне вот такая штучка. Wi-Fi приемник. Но в ноутбуке, как правило, Wi-Fi выскакивает. И приходится вот по проводам напрямую соединять. Поэтому пока здесь стоит. Ну, когда кушать, мы его, конечно, убираем вот туда вот, на подоконник. Мусорное ведро у меня всегда под рукой. Я как-то не люблю вот туда в шкаф этот лазить бесконечно. Кухня. Это у нас БУ. Вообще, видите, духовой шкаф стоит не по назначению. Просто был здесь стол на 800. Мы вот так вот двери сняли и тупо засунули туда духовой шкаф. Конечно, кухня это все временно. Вот. Но эта кухня нам досталась бесплатно абсолютно. Люди выкидывали ее из квартиры и сказали, хотите, забирайте. Если не заберете, мы ее просто вот либо кому-то отдадим быстренько, либо на помойку ее отправим. Вот. То есть вот такая вот кухня пока у нас будет. Потому что сейчас помимо кухни очень много других задач и, как сказать, затрат очень много других, более важных. То есть приоритеты мы для себя расставили. И, конечно, кухня пока такая пойдет. Тут, видите, еще натяжные потолки надо делать. Ну вот. И в коридоре тоже надо натяжной потолок делать. Вот так вот. Здесь у меня холодильник. Просто один холодильник. Так как я уже морозилку показывала. Вот. Здесь просто вот один, чисто один холодильник. Это моя вот техника любимая. Комбайн Маулинекс. Кстати, ему уже лет 15, наверное, точно. Ну, мультиварка и так далее. И тому подобное. Ну что, друзья. Вот такой вот мини-обзор дома получился. В общем, мне нужны от вас советы. Как, какие шторы в детскую комнату заказать. Вот. Что делать по поводу вот этой части каминной. Хочется очень камин, потому что, пусть даже он будет такой вот искусственный, как декоративный камин. Но мне он очень нравится. Особенно перед новогодними праздниками. Вот эти носочки повешенные, да. Свечки. Вот прям, не знаю, такая обстановка уютная, домашняя. И, кстати, по поводу лестницы, по-моему, я хотела тоже спросить. Ой, чем лучше вот это все обшить? Потому что здесь по-любому будет дверь. Это будет мой хоз-уголок. В будущем вот это все переедет в гараж. Планов очень много на это лето. В планах построить гараж. Гараж на две машины. Потому что у мужа машина, рабочая у меня машина. В общем, нам надо построить гараж. Прям вот вообще по-любому. Ну, не знаю, будем стремиться, будем, как сказать, будем стараться исполнить нашу мечту. Вот он и я. Будем стремиться, будем стараться. Хотим очень сильно пристроить, построить. И крыльцо надо делать. В общем, все надо делать. Видео впереди очень много будет. Потому что в своем доме всегда есть, что снимать. Всегда есть, что рассказать. Вот. Скоро буду сажать свои любимые, 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 прилюбимые питуньки. У меня их много очень видов, семян. Потом я сделаю отдельный обзор на свои семена. Вот. Ну, в общем, вот такие вот планы. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели. Ставьте пальчик вверх. Жмите поделиться. Подписывайтесь на канал. Если вам было интересно, ссылочку я оставлю на видео, как вообще мы строили дом. От фундамента до окон. И как бы пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok